Музыка Первое, я хочу поздравить всех депутатов, прошедших шестой созыв Совета депутатов. Количество кандидатов было огромное, вы знаете, да, по сравнению с другими муниципальными образованиями, поэтому могу сказать, что у вас у всех победа действительно яркая. Работа в Совете депутатов и вообще работа депутатов, это работа непростая и очень сложная работа, на самом деле порой даже неблагодарная, но очень важная, ответственная и нужная. Я от всего сердца хочу пожелать всем вам оправдать то доверие, которое возложили на вас жители, и это самое главное. Итак, решением территориальной избирательной комиссии 11 сентября 2019 года номер 23-430 принято решение о регистрации избранных депутатов Совета депутатов муниципального образования город Ивангород, Кингисевского муниципального района Ленинградской области, шестого созыва по многомандатным избирательным округам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Я вам хочу пожелать на ближайшие пять лет, чтобы вы работали продуктивно, чтобы вы работали слабо. У вас очень много молодых в команде, чтобы молодые работали с задором и много хотели, и все у вас получалось. И помните главное, что все мы работаем на благо не просто муниципального образования, но и Кингисевского района и Ленинградской области. Я хочу всех поздравить с началом работы депутатов Шестого созыва, пожелать нам всем благотворной и творческой работы. Напомню, что депутат это не благо, а ответственность перед людьми, помнить нам всем об этом. Относиться с взаимопониманием и уважением друг к другу. И, конечно, чтобы все почувствовали от того, что у нас слаженный рабочий коллектив. О порядке голосования, выборов главы муниципального образования. Заместитель писатель совета тоже выбирается. Пожалуйста, как выявляйте кандидатуру? Пожалуйста, после главы партнера Александр Николаевича. Еще предложение есть? Пожалуйста, пожалуйста. Готовы выдвинуть свой кандидатуру? Пишу, высказываться. Да, да, просто присутствующая. На самом деле, долго о себе останавливается. Ну, если вы мне прекрасно знаете, мы больше или в меньшей степени, мы морально деловые. Исщественное качество, ну, в двух словах, в этом городе 96-го года пришел сюда подразделение Береговой Охраны. 10 лет подразделения руководился. И депутатов уже 10 лет. И из которых последние исполняют вядуцы главы муниципального образования. Необходимо продолжать активную работу со всеми органами власти. С региональными, федеральными в виде обращений, писем, депутатских запросов, законодательных инициатив в том числе. И, наверное, самое главное, продолжить ту уже начатую работу, которая уже действительно дает им первые определенные результаты. В честь касающихся присвоения города Ивангорода особого федерального статуса. Это приграничное название, это первое, на сегодняшний момент, но важное и актуальное. Это быстрое и качественное формирование работоспособной, исполнительной, энергичной исполнительной власти. Которая действительно способна работать, которая хочет работать, желает работать. И действительно, хочет сделать для города много, сделать для жителей нашего города достойное. Повести работу и, соответственно, сделать все, чтобы наши жители жили гораздо лучше, качественно. Могу сказать, что именно с этой командой я готовить вперед и ставить перед собой, и перед вами высокие цели, и задачи. И успешно их решать. Спасибо за внимание. Я работаю с культурным знакомств, руководителем, вы сильно прекрасно знаете. Сказать о себе больше, чем вы знаете, я не смогу. Единственное, что скажу, что да, Новгород не родной для меня город, я не здесь родился, но в этом городе я вырос. Детство, молодость, все прошло, и все связано именно с улицами этого города. И в том состоянии, как мы сейчас, конечно, сердце разрывается. Поэтому мы все объединены и радостями, и горестями одними. Поэтому я иду сегодня к главу муниципального образования, чтобы мы вместе с вами в одном, скажем так, порыве работали совместно на два города. Что еще можно сказать? Ну и основное, я считаю, мое мнение, глава муниципального образования мог бы работать на постоянной основе. Вы уже, конечно, решили, товарищи коллеги, что мне не выглядели, но тем не менее, если поддержите меня, я готов работать на такой сценарий. Все. И прошу проголосовать за данное решение по внесению бюллетеней для муниципального образования эти две коммуникации. Кто за, что получит? Карпенко Виктор Михайлович. 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 12. 12. 12. Левченко Стиван Алексеевич, город Ивангород 13 сентября 2019 года. По итогам голосования по избранию главы муниципального образования города Ивангород, избран Карпенко Виктор Михайлович. Жалок и замечаний по протоколу нет. Очень рад, что в дальнейшем будут работать с этой командой. Спасибо вам, дорогие друзья. Спасибо. Пойдем дальше по повестке дня. Следующий вопрос по повестке дня. Выборы заместителя председателя Совета депутатов муниципального образования города Ивангород. Мое предложение, этот человек, с которым мне в дальнейшем придется работать, и я уверен, что вы его тоже поддержите, это Левочкин Сергей Викторович. Левочкин Сергей Викторович. Левочкин Сергей Викторович. Город Ивангород 13 сентября 2019 года. Результат. Левочкин Сергей Викторович. Число голосов депутатов, поданных за депутата, 14. По итогам голосования выбран Левочкин Сергей Викторович. В принципе, я знаю, как работать, умею работать, хочу работать и буду работать. Ну, вот как-то так. Впереди у нас действительно огромное количество вопросов, и вопросы, связанные с формированием бюджета, и вопросы, связанные с формированием конкурсной комиссии по назначению главы администрации. Это предстоит нам уже определить ближайшие сентябрьские сессии. Ну, и много других следующих вопросов, требующих действительно оперативного и быстрого решения. Надеюсь, конечно, все мы с вами будем работать дальше нормально, конструктивно, оперативно. И наша работа действительно будет оценена, и мы с вами оправдаем то доверие, которое предложили на нас наши избиратели. Субтитры создавал DimaTorzok